Кораблекрушение происходит из-за механических неполадок, сильных штормов или просто чьей-то глупости. В этом видео ты увидишь невероятные моменты в море и ужасные происшествия глазами моряков. Давай начнем! На этих кадрах видно, как сухогруз Арвин разбивается в Черном море у берегов Турции. Смотрите, как судно борется с волнами, что приводит к катастрофическому расколу всего судна пополам с криками и хаосом на борту. Дракошума! Бейдей! 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 Это мой весел Арвин! Бейдей! 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 Моя весел! Бейдей! Бейдей! Арвин! Арвин! Вы когда-нибудь задумывались, каково это находиться в море во время цунами? Береговая охрана Японии опубликовала это видео, на котором можно наблюдать такое событие. Мощные волны цунами поднимаются в море у берегов Северной Японии после сильного землетрясения, которое произошло в 2011 году. Просто невероятно! На постройку гигантского нефтяного танкера уходит примерно 15 месяцев, но чтобы спустить его достаточно пары секунд. Время штормов в 12 баллов в Северном море волны стали настолько большими, что достигли размеров чудовищной волны. Разбив иллюминаторы этого морского спасательного судна, выглядит зловеще. Северныйugенение Продолжение следует... Северный beer Это вертолетная спасательная операция голландского грузового судна в Норвежском море. Последним четырем членам экипажа пришлось покинуть судно, потому что оставаться на борту было слишком опасно, и, вероятно, двигатель пришлось остановить из-за развивающегося крена. Они прыгнули в воду и были спасены вертолетом. Вот почему никогда не следует перегрыжать баржу несбалансированным грузом. Из-за отказа двигателя в самый неподходящий момент испанское грузовое судно «Луна» столкнулось с невероятно суровой погодой у берегов Франции и в конечном итоге раскололось пополам. Каким-то чудом этот корабль не пошел ко дну, но вы только посмотрите на эти эпичные кадры. Спасибо, что посмотрел, не забывай ставить лайк. Увидимся в следующем видео. Пока!